Из важного. Сейчас просто по списку. Что важно, когда вы работаете с контрактом? Все записываю? Да. Что? Ну, не записывайте, а запомните. Записывайте. Записала на бумаге, оставила, а если оставила в голове, это на долго. Что важно, что вам придется преодолевать в себе? Вот когда вы работаете с контрактами, с этой темой, и глубоко работаете. Первое. Первый самый важный пункт – это сделать контракт быстренько. Я вот сейчас быстренько сяду и быстренько кидану, и быстренько все материализуется. Господа, если вы садитесь на контракт, два часа времени выделили. Минимум. Если я вот сейчас вела, я могу вести в состояние достаточно интенсивно. Но когда вы садитесь, вы будете вырубаться периодически и забывать, зачем вы туда пришли. И когда вас рубит, ваш ресурс временной будет соедаться. А надо удержать внимание. Возможно, придется начать все сначала, после отрубок. То есть в зависимости от того, как вы работаете, а чем выше, тем больше рубит, значит, быстренько исключаем сразу. Вот даже когда слово быстренько в голову приходит, сразу как маркер убираем два часа и по-честному, не халтуем, это халтура. Все, что касается отключений и забываний. Что касается отключения, отдельная тема. Мы отключаемся когда? Когда мы поднимаемся в те состояния. Я говорю, поднимаемся, а при этом у нас мозг тормозит. То есть мы заваливаемся в измененное состояние сознания, которые нам непривычны. И при определенных моментах торможения у нас есть привычка засыпать. И тогда нас рубит. Вот это будут отключения. Забывание, это отключается программа ума. Она вот вырубилась, она уже не вовлекает вас в игру. Но в режим дешифрации она еще не включилась. Вот такое подвешенное состояние. То есть с одной стороны недозагрузка, а с другой стороны вас уже рубит. Эти вещи решаются только тренировками. Чем больше вы тренируетесь, тем больше у вас зона погружения. Тем больше частоты вы держите, более высокочастотные. И тем сохраняется осознанность в этих состояниях. Программа ума потом будет включаться на дешифрацию даже уже в более привычных для жизни состояниях. То есть по сути дела можно жить, и она будет работать не в режиме вовлечения в игру, а в режиме дешифрации постоянно. То есть это называется жизнь в потоке. Вот это жизнь в потоке, когда она дешифрует постоянно. Следующая проблема, которая будет у вас такая, которую придется преодолевать, это неимоверное желание присвоить результаты работы Бога себе. Вот просто не представляете, как вас будет переть, когда у вас получается. Тут же включается эго, и эго всю работу может похерить. Потому что когда эго управляемая, и ничего себе не присваивает, она находится в балансе вместе с Богом, то тогда у вас есть все доступы. Как только эго надулось, доступ перекрылся к информации. Оно уменьшает поток энергоинформационный. Все, поэтому помним, когда вы видите проявление, вас там не было. Вы вообще там ни при чем. Какое вы отношение имеете к этому событийному ряду? Вообще никакого. Вы всего лишь знали пункт А и пункт Б. А середину, вы даже этого предположить не могли. И оно всегда так развивается. Когда вы так занимаетесь. Вау, круто, да? Да, вау, круто, Бог, спасибо. Чем больше благодарности, тем круче. Тут же состояние вот этой детской наивности, включенности, восхищения. Ну, мы как дети, мы туда заваливаемся, туда у нас все нормально получается. Следующий пункт, который... Сотяниемся с всех. Да, вот. Следующий пункт, который у вас будет жить постоянно, это сомнения в вашей адекватности. Куда сомнения? Сомнения в вашей адекватности. Мне каждый день звонят и спрашивают, как я. Не поехали ли у меня еще крыша на их занятия? Это кто? Вы проживаете. Так вот, господа, тут сомнения будут у вас самих по поводу того, что не сошли ли вы с ума. Потому что сомнения сопровождают здесь каждый момент от начала, когда вы садитесь, до конца, когда вы вышли. Потом момент, когда это материализуется, потом момент, когда вы захотите это все прихватизировать через эго и так далее. Вот это сомнение в сумасшествии будет. С сомнениями как работаем? Мы признаем, что мы имеем право на сомнения. Мы расстосляемся и наблюдаем. Это наше право, это наша встроенная программа, и она нам не мешает. Мы просто с ней живем. Мы признаем, что мы имеем право ее иметь. И одна из проблем, с которой вы столкнетесь, люди, которые обращаются за подобного рода помощью, и на которых можно тренироваться, реально активно тренироваться, потенциальные как-то тренажеры для вас, да? Груши. Ну, не груши, там, бить мы их не будем, мы их любить будем, но мы на их проблемах, мы будем тренироваться. Своих проблем в жизни нет, значит, мы тренируемся на чужой. Так вот, люди ждут от вас волшебной палочки. Вы приходите такой волшебной в их жизнь, на раз-два-три махнули палочкой, да, с вами уже писать не хочется, вот, даже радикальное прощение писать не хочется. Вот, поэтому ожидают, что вы за них сделаете их работу, измените их жизни, и это будет манавиатом. Вот, господа, таким людям можно, кто приходит с такими представлениями, можно сразу отправлять. Потому что сроков материализации вы не знаете никогда. Может случиться через 2 часа направление ушло, маркеры прошли вот мгновенно и 2 часа, и все, вы видите, событийный ряд пошел, то, что вы заказывали. А может материализоваться через 3, 4, 5 месяцев, да? А может материализоваться тогда, когда вы уехали куда-то и забыли про это, а потом вам через год кто-то скажет, слушай, так вот было такое вот, и вы понимаете, что это о том, что вы делали, но вы уже даже про это забыли. По времени вы никогда не сможете сориентировать человека. Более того, люди, которые ждут очень быстрых решений, у них, как правило, очень много тараканов на проработку. И я бы сразу их отправляла на проработку сперва тараканов, а тренировка была бы, это всего лишь параллель. Да, то есть не просто я вам окажу услугу, которую я себе не смогу присвоить никогда в жизни, да? Платно эти услуги оказывать вообще не имеет смысла, потому что не вы здесь творите, да? Это та вещь, за которую вы не возьмете деньги, не присвоите ничего. Но это та часть, которая помогает вам быть в этой жизни тайным игроком. Вот и все. Удовлетворение помогает вам жить спокойной, размеренной собственной жизнью, в гармонии с собой. Все. Тихо, сам с собой. Да, да, да. Это тот вариант, этот вариант тайного игрока. Вот, поэтому все, что происходит в нашем обществе и так далее, оно вообще, ну, есть в чьей-то реальности. А в вашей реальности всегда мир, спокойствие, комфорт. И то, что вы туда набрасываете, надо посещение какой-то страны, получение удовольствия, там, от серфинга, еще чего-то, еще чего-то, и понеслось. Хотите мотоциклы, хотите машины, хотите любовь, хотите детей, хотите чего хотите, то имейте. Все, чего вы говорите, как вы это имейте, да? Но вы имейте это, потому что вы это выстраиваете гармонично сами, в своем сознании. И ваше сознание это продуцирует и производит в жизни. И параллельно те люди, которые попадают в поле вашей реальности, они волей-неволей подхватываются, потому что вам для комфортного мира ощущения надо с кем-то общаться, кому-то что-то. Мы начинаем брать уже на других частотах, потому что вот эти вещи, это уже высокие частоты, достаточно, и общество в этих частотах по-другому взаимодействует друг с другом. И это куда более комфортное взаимодействие, куда более комфортное поведение, куда более классное выстраивание даже бизнес-отношений, когда не ты начальник, я дурак, а локомотив тот, у кого идея, да? А тот, кто директор, он всего лишь распределитель ролей в данном коллективе, данных идей и так далее. Он реально управленец, но он не командир никак. Это поддерживающая сторона и так далее. Там совсем другие рневые игры идут, но в частности наше общество к этому придет, потому что сейчас много где такие вот места зажигаются.